Всем привет, Даша! Сегодня вместе со своей кошкой буду рассказывать вам о своем уже пятом читательском по счету дневнике. Вылет он вот так. Все время начинала вести... Он самый обычный, в клеточку, не в точку, к сожалению. Ну, тоже удобно. Все лучше, чем в линейку. Все время начинала вести личные линейки, чтобы выписывать всякие интересные факты, которые со временем сбываются. Но в любви их не так удобно хранить. Вот. И не так романтично в этом месте. Такое поэтичное. И я даже не думала, что у меня это приживется. Это был просто эксперимент. Мне так понравился процесс, понравилось выписывать. Потому что, знаете, вот как в Гарри Поттере омут памяти был. Когда вот мысли прям вот мешаются. Так их много в голове, так они прям вот кипят. Не просто вот находятся в покое. Прям кипят. Хочется снять их с огня, убрать с плиты. И омута памяти у меня нет. Я магл. Увы. Вот. И, ну, читательский линейк прекрасный способ для того, чтобы, ну, прекрасно дало как омута памяти, скажем так. Потому что я выписываю сюда все, что у меня здесь кипит. И оно перестает кипеть. Вот. Это оказалось очень полезно. Во-первых, я стала чаще дочитывать книги. Потому что, когда я уже, как бы, парочку страниц читательских книг я списала, мне банально жалко вот этих вот самых страниц я добиваю. Отсюда у меня взялось правило не начинать писать читательские книги. Я сразу, как вот, мне появляются какие-то мысли, а подождите, хотя бы страниц 50, если книга вот прежнему держит мое внимание, мне очень интересно любопытно ее читать, тогда да, я уже начинаю здесь что-то писать. Значит, улучшается память, улучшается подача материалов. Вот я вам сейчас уже рассказываю. Лучше, чем я это делала до ведения читательских книг. И изначально для этого не предназначалось, но они оказались неняты и полезны для писательского дела. То есть, когда я писала свою книгу Перо, значит, то в какой-то момент у меня приключился творческий кризис. Я просто начала перелистывать, уже не знала, к какому источнику обратиться, чтобы этот кризис миновал. Я просто начала перелистывать читательские книги и наткнулась на один единственный абзац, который сама же написала по поводу одной книги. И в результате у меня появилось целых пять глав. Просто на основании одного небольшого абзацика, которого я когда-то написала. Это даже было не недавно, а вот достаточно давно. И на таких книгах вот здесь вот сбоку я наклеила узеньку такую наклеечку с указанием его номера, дат, когда он велся. И все. Значит, в самом чайской книге у меня есть содержание, которое я заполняю, когда он уже закончится. Поэтому, соответственно, при тем, как его начать, я проделываю очень такую монотонную работу под какой-нибудь сериальчик и нумерую все страницы. Для того, чтобы он заканчивался не так быстро. Я читаю в год где-то около ста книг, а одну часть книгах хватает на пятьдесят. То есть, получается, две тетради за год многовато, и скоро у меня читательские книги начнут выживать. Книги, собственно, непорядок. Поэтому, для того, чтобы так не случилось, я пишу, если я выписываю цитату, либо какой-то интересный исторический факт, я пишу в каждой клеточке. Но если это какие-то мои мысли по поводу прочитанного, тогда я уже пишу через клеточку с тем, чтобы, если как-то не надо будет дополнить эту мысль, чтобы было куда втиснуть вот эту вот дополнялку и таким образом. И, во-первых, экономится место за счет того, что часть информации пишется в каждой клеточке. И визуально сразу можно понять, где что-то выписано из книги, а где мои собственные мысли. И для того, чтобы ориентироваться в типах информации, у меня разработан и внедрён свои собственные маркировки. То есть такие миниатюрные рисуночки, которые я рисую перед тем, как начать писать текст. Допустим, домик — это, я пишу в какой-то существующем месте данные насчёт этого места. Париж, например, Египет. Вот. Вослицательный знак чёрного цвета — интересный факт, достоверно, выписанный из книги. Если он красного цвета, я дополнительно что-то в интернете поискала на эту тему. Потом такой значок в виде YouTube — это то, что вам нужно непременно мне потом рассказать. Поэтому чайский ник очень полезен для написания рецензий на LaFlippy. И если вы видеоблогер книжный, то это может пригодиться. Ну, такое что-то забудете. Далее, раньше я делала такие вот наклеечки. Я делаю заголовок в верхней части и с указанием названия и автора. А внизу, в уголке я раньше клеила наклеечку из такого крафтового оттенка бумаги с указанием. И когда начала, когда закончила читать, и моя оценка. Вот. Ну, в этом дневнике произошла маленькая революция. Я утомилась впрок нарезать вот такие квадратики. И делаю только это в тех случаях, когда мне книга очень сильно понравилась и осталась в диком восторге. И тогда, да, такие книги достаиваются в подобные наклейки. Но если книга просто обычная, да, или вовсе даже не понравилась, то я от руки черчу с помощью линейки каранашеком вот такой квадратик, у которого размещаю информацию с датами чтения и оценки. Вот. Это мой первый дневник, когда только ради одной книги я специально заказывала наклейки с изображением Санкт-Петербурга. Наклейки я, кстати, применяю только к тем книгам, от которых осталось в диком восторге. Просто обычные я, ну, ограничиваюсь только текстом и вот этими марками для пометки типов информации, которые мы оказываем. Собственно, я заканчиваю свое словесное описание того, как веду читательские дневники. Кстати, вот, конкретно в этот дневник у меня поместилось всего 46 книг прочитанных. И, ну, это еще не конец видео, не спешите выключать, потому что дальше я вставлю многочисленные фотографии страниц дневника, где, куда я вклеивала какие-либо наклейки и вы сможете наглядно посмотреть, собственно, как это все ведется, полюбоваться на мой ужаснейший просто почерк, хотя я стараюсь писать аккуратненько. Вот, кстати, если, опять же, писать печатными буквами, а не прописью, то, опять же, помещается больший объем информации, чем, вот, если вот так вот, как у Лисова припусть писать. Вот. Ну, вы оставайтесь смотреть картиночки, а я с вами прощаюсь. Пока-пока и до скорых книг. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok